Друзья, 11.00. Начинается мастер-класс Арсения Воробьева «Маркетри» в стиле булля. Пожалуйста, подходите к главной сцене. Добрый день. Меня зовут Арсений Воробьев. И я покажу вам, как делать «Маркетри» в стиле буль. Немного из истории. Эта техника получила распространение в 17 веке. Андрей Шарльбуль ее придумал и начал развивать в дальнейшем. Техника только с виду сложная. На самом деле никаких сложностей нет. Она делается из латуни и стандартно из черного дерева. Но это как кому угодно и как кто подберет. Берется черное дерево, латунь. Латунь мягкая, листовая 0.6 и шпон, естественно, 0.6 черное дерево. Латунь перед тем, как... Все это набирается в пачку и пропиливается. И получается два обратных рисунка, которые потом приклеиваются на основу. Вот латунь. Перед тем, как все это собрать в пачку, вам нужно подготовить всю основу. Шпон 0.6 очень хрупкий, обязательно проклеивается бумагой для того, чтобы немного его укрепить. Потому что если этого не сделать, он будет разваливаться. И у вас ничего не получится. Латунь для надежности склеивания. С обратной стороны на нее наносится такой рисунок из сетки. Просто каким-либо угодным острым предметом. Вот у меня эта отвертка, какой есть. То есть это просто сетка с расстоянием в сантиметр, 10 миллиметров, 8-5, кому как угодно. Наносится на всю поверхность латуни. С небольшим нажатием, так как латунь мягкая, если вы будете сильно нажимать, то прожмете ее и на обратной стороне, на лицевой, естественно, у вас будут эти засечки видны в виде таких небольших вмятин, что, естественно, недопустимо. То есть в одну сторону и таким же способом в обратную. Это позволит латуни, точнее, позволит клею лучше приклеить. Латунь к основе, так как в дальнейшем, если клеить это на основу из массива, который подвержен различным деформациям из-за климатических перепадов, латунь может отклеиваться. Точнее, она не может отклеиваться, она будет отклеиваться и будет делать это очень активно. Не так, как дерево. Если дерево более пластично, то латунь, к сожалению, таких свойств не имеет. И она первой отвалится из вашего набора, что нежелательно. Можно также... Вот получается такая сетка. Ее также, в принципе, лучше обработать каким-то зерном, там, 80-м, 60-м посильнее, ну, чтобы еще более сильно придать ей такую неровную поверхность. Все, дальше все это собирается в пачку. Я не взял скотч. Сейчас, минутку. Подай скотч. Скотч. Скотч, скотч, скотч. Ну, где-то в коробках. Прошу прощения. Нормально все? Прошу прощения. Сейчас мне принесут скотч. Где-то там должен быть. Все это собирается в пачку. Латунь обязательно черновой вашей стороной к низу, потому что вы пропиливаете рисунок сверху, и все это должно быть у вас снизу. А черный шпон... Ага. И баннер. Можешь его сдвинуть? Баннер со шкатулкой. А черное дерево, шпон газетой к верху. Так как если вы, естественно, приклеите к низу, потом все разберете, соберете набор, и газета у вас окажется снизу, и вы ее будете приклеить по своей основе, что тоже недопустимо. Да. Вот сейчас там покажут баннер, чтобы было более-менее, я сделал. Вот, вы можете посмотреть. Тут очень наглядно показано весь повор, то есть как все это собирается, и что вот я сейчас, естественно, буду делать. Вот, то есть обязательно проверяйте, потому что это такое дело, я с этим сталкивался, все это забывается, и очень быстро переворачивается, и потом, когда вы выпиливаете весь набор, оказывается, что это все сделано неправильно. После этого вы берете, можно заранее, можно потом свой рисунок наклеить на передний шпон, по которому вы, естественно, будете выпиливать уже свой набор. Скотч малярный, да, да. Скотч малярный. И стараться лучше малярным скотчем не попадать на свой рисунок, так как это лишняя толщина и еще и клеевая основа, а пилки очень тонкие, и клей ее будет забивать, и пилить вам будет немного сложнее. Чтобы проснуть пилку, просверливаются отверстия в каких-то угловых соединениях на вашем рисунке. То есть, где, на ваш взгляд, меньше всего будет, допустим, виден. Видно отверстие от просверливания. Сверло выбирается, в принципе, по примерно толщине вашей пилки. Там миллиметр, можно тоньше, но, честно говоря, тоньше уже сложнее сверлить, а это не так важно, потому что данный набор очень маленький, но на самом деле вы там будете делать немного больше, допустим, набора, это там никак не будет влиять. Это не видно издалека. Я вас уверяю, на подлинниках вы можете во всех музеях посмотреть. Если вы смотрите вот с такого расстояния, вы никогда не увидите ни щелей от пропила, отпилки, ни каких-то там просверливаний и так далее. Это видно только, когда вы совсем подойдете, но это не нужно, так как мебель не рассматривают никогда сблизи обычно. Сверлится все достаточно легко, никаких проблем нет, так как латунь мягкая и тонкая, никаких затруднений не возникает ее просверлить. Все, то есть у вас просверлено и готовая пачка к пропиливанию. Дальше можно приступать к самому выпиливанию. Выпиливается все пилками от 0,22 до 0,25, где-то 0,28. Но это же опять зависит от того, насколько вам важно, что будет виден пропил, не будет. То есть когда вы попробуете несколько раз, вы поймете именно какая. То есть чем меньше пилка, тем вам сложнее будет выпиливать, тем она будет чаще у вас ломаться. И это уже на ваше усмотрение. Вот я пилю на станке Hegner, очень удобная вещь. Единственное, что он поставляется вот с этой вот штучкой круглой, с большим проемом для выпиливания резьбы и каких-то других вещей. К сожалению, в маркетре это не подходит. Нужно, чтобы было маленькое очень отверстие, потому что иначе ваши детали будут в него проваливаться, пилка их будет затаскивать туда. И, естественно, это не очень удобно. То есть лучше, если есть возможность, сделать для маркетрии какую-то свою приспособу. Пилка туда просто вставляется аккуратно. И дальше зажимается. Кто-то, может быть, пользовался, знает, что регулирует натяжение вашей пилки. Для начала все это отпускается, зажимается. И дальше уже просто на знание вы натягиваете ее примерно, как вам нужно. Но также вы спокойно все это регулируете в моменты того, когда пилите, потому что вы лучше понимаете. То есть иногда шпон тоже пилится по направлению волокна, там против. И это очень сильно влияет тоже на скорость пропила и на ваше натяжение. Скорость, в принципе, минимальная. Сколько я не пилил всегда из-за того, что, ну, это тут очень маленький набор, но когда пилятся большие, всегда очень хочется, естественно, через 8 часов пиления уже побыстрее пилить, там что-то стараться где-то побыстрее сделать. И увеличивается скорость. Но я скажу честно, это никак не влияет на скорость вашей работы, потому что пилки начинают греться, ломаться. И это я как бы заставляю себя не делать этого, потому что это становится некой такой тратой времени. Это только визуально прибавляет какой-то скорости. На самом деле вот то, что он быстрее пилит, ничего не делает. То есть вот на самый минимальный, это 400 оборотов написано, все это пилится. И дальше просто аккуратно все это начинает пилиться. Я вот выпилю, скорее всего, не весь даже набор, потому что на самом деле это очень такой затягивающий момент и может длиться очень долго. Ну, то есть тут уже все зависит от того, насколько вы терпеливы и насколько вам хочется выполнить эту работу. Также скажу, что прежде чем начать, нужно как бы хорошо подготовиться, подготовить свое рабочее место в плане того, что сделать какие-то там небольшие, может быть, ящички с тканевой основой, куда вы сможете складывать свои детали, потому что деталей очень много и они все теряются, они все очень мелкие. Все это нужно очень хорошо хранить и складывать в том порядке, в котором вы выпиливаете в соответствии с вашим рисунком. То есть не нужно делать так, что вы сейчас думаете, что вот запомнили, что куда кладете, и все. А на самом деле все потом забывается, все раскладывается в четком расположении вашего рисунка. То есть как вот у вас есть рисунок, вы так все и выкладываете, все эти детали, как они у вас есть. Также вот в этом наборе этого нельзя понять, так как это маленький и какой-то незаконченный там просто кусочек. но на самом деле в этой технике, в больших композициях очень важны то, как с чего начать работу. Вот это вот можно увидеть на баннере. Вот здесь вот. То есть нельзя начать работу с края. Но у вас ничего не получится, потому что все развалится. Естественно, вы там с краю начнете, вот это все выпилите, и у вас вся композиция вывалилась. Все, вы ее потеряли, вы с ней ничего больше не сделаете, потому что закреплена. Она у вас, естественно, по краям скотчем. Все начинается с центра и раскручивается по спирали. То есть выпилили центральную. И вот детали, вот видно, они все зеркальны. Это все разделено на 4 части, совершенно одинаковые. И также вы все это и выпиливаете. То есть вы выпилили вот деталь здесь, деталь здесь, деталь здесь и здесь. Иначе, опять же, повторюсь, вы будете путаться. То есть все выпиливается равномерно и сразу. То есть вот одну деталь на всех 4 частях пропилили, приступаете к следующей и так далее. И вот потихоньку раскручиваете весь ваш орнамент, пока он у вас не дойдет до крайних точек и уже все остальное наберется. Вот тут можно посмотреть, это наиболее сложные элементы для выпиливания, потому что это спирали. Спирали очень сложно всегда выпиливать, они у вас начинают шататься, разваливаться. И спирали в сочетании с тонкими деталями. Тонкие детали очень подвержены изгибам, потому что пилка их все-таки захватывает, так как у пилки есть там какой-то небольшой разнос зубьев. И она их иногда может поднимать, изгибать. И вот в этом и заключается сложность вот элементов каких-то спиральных, закрученных и так далее. Прижимать все эти детали во время пиления нужно прям постоянно и тоже не думать о том, что можно об этом забыть и что вы уже там много пилите, и вам не нужно прижимать. Как только вы об этом начинаете забывать, у вас все начинает вылетать, ломаться. Нужно всегда помнить о том, что вам постоянно нужно контролировать вашу заготовку, иначе в какой-то момент ваши детали все подорвутся и вылетят, загнутся или там отломаются. Еще что хуже, потеряются. И не на полу, так как большинство из них очень маленькие. В принципе, можно на Западе и раньше использовали вощеную бумагу, прокладывали ее для того, чтобы смазывать пилку. Честно говоря, я встречался в теории с этим очень много, но на практике я не пробовал этот вариант и не совсем понимаю, насколько он будет в практике применен, применяем точнее, насколько он полезен в практике будет, потому что если пилка ломается, то она уже скорее всего к этому моменту затупилась и просто она меняется на новую, и никаких проблем в этом нет. Пилки, не нужно бояться их ломать, это совершенно расходный материал. Они покупаются в ювелирном магазине, например, в магазине Sapphire. Там очень большой выбор. Покупаются по дюжине, но я покупаю, допустим, их прям коробкой. В коробке, по-моему, 12 или 10 дюжин, если я не ошибаюсь. То есть они используются просто как расходный материал, потому что во время выпиливания каких-то больших работ они очень часто ломаются, потому что большие работы очень сложно держать. вот этот вот на баннере работы я выпиливал, она вот пролазила вот сюда, еле пролазила, и из-за этого было очень сложно все это организовывать. Ну вот, как видите, на самом деле процесс очень небыстрый. и требует, как я уже говорил, какой-то усидчивости и умения контролировать долгое время свою работу постоянно. Также стоит сказать, что для зрения тоже очень это так трудно. Когда очень долго пилишь, зрение начинает уставать, и лучше делать какие-то перерывы, потому что, ну, как и всегда в усталость, все начинает по-другому делаться. Может быть, есть какие-то вопросы, я бы сразу ответил, если есть. Металл можно купить где угодно, там в том же интернете. Это все не проблема. Он продается листовой 1600 на 600, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Стандартная заготовка листового металла. Вот, когда вы выпилили, вот у вас эта деталь остается. Вот у вас получается 4 заготовки, 2 из которых вам не нужны. И у вас получается ваша выпиленная латунь и черное дерево. Получается 2. Совершенно 2 одинаковые заготовки, которые в дальнейшем вы будете использовать в своем наборе. Все то же самое и с остальными деталями марки 3. Все таким же образом выпиливается и собирается. И собирается. Нет, нет, вот как я и говорил, вам нужно подготовить какую-то емкость, там ящичек или коробочку, куда вам нужно будет постоянно складывать свои детали. Не пронумерованно, а вот как я и говорил, в порядке вашего рисунка. Ну, то есть вот вы берете такой же листочек, можно прямо на него в эту коробочку и вот так же друг на дружке эту деталь складываете, вот где она у вас была. Дабы не запутаться, потому что здесь 5 деталей, а на самом деле их там будет 300 или 500. И все это потеряется. Вниз. Пилка пилит только вперед. Только вперед. Это не пилка для резьбы по дереву. Да, 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 стандартные, 120 миллиметров. Можно, если такие продаются, купить в каком-то простом магазине там для хобби. Ну, я не находил. В принципе, это ювелирные пилки. Вот немецкой фирмы можно посмотреть. Очень хорошие. Есть еще фирма. Сейчас я покажу, по-моему, тоже немецкая. Антилопа. Вот такие, скорее всего, тоже видели. Честно говоря, ну, мне не очень они нравятся. Они от нагревания быстрее лопаются. То есть они, когда нагревается пилка, они прям сразу очень плохо выдерживают температуру и лопаются достаточно быстро. Но, опять же, это при пилении латуни. То есть, ну, я их не пробовал именно пилить с деревом. Я как привык к этим, так ими и пилю. Но вот когда столкнулся с антилопой, пилками, первое впечатление показалось, что они плохо выдерживают температуру и перестало ими пользоваться в дальнейшем. Если у вас какой-то набор, вот как показано сзади на баннере, там с какой-то рамочкой вокруг и так далее, после того, как вы выпилили весь свой центральный набор, и вам нужно выпилить вот огромную рамочку, которая состоит из каких-то прямолинейных вещей, можно не бояться, и если за этой рамочкой у вас больше нет вашего набора, можно не бояться и взять там пилку, какую-нибудь прям самую толстую, которая у вас есть, и все пропилить ей, потому что прямолинейные вещи тонкой пилкой пилить очень сложно и безумно нудно, грубо говоря. А так как с другой стороны от этого набора у вас нет никаких деталей, вы просто берете толстую пилку и все это пропиливаете и не причиняете тем самым никакого вреда своей мозаике. Помимо того, что можно использовать латунь, черное дерево, вы можете использовать, как делали раньше, в некоторых предметах можно использовать три слоя. То есть можно брать латунь, черное дерево и, например, там олово. Вот там на стенде есть кабинет Андрея Шарля Буля, королевский. Там можно посмотреть, там есть серебряный металл, это вот оловянные листы. Ну, оловянные или оловянно-цинковые, там не особо важно. У него очень хороший серебряный цвет и тогда у вас получится три заготовки. То есть вы тем же самым путем идете, сверху дерево и дальше последовательно у вас металл и выпиливаете свой рисунок, но уже в трех экземплярах и тем самым вы можете играть и сложить там латунь с оловом или олово с черным деревом, а там что-то. Ну, то есть у вас получится три обратных этих рисунка и по колориту может получиться очень интересно, если все правильно подобрать. То есть все ограничивается только вашей фантазией насколько и терпением. После того, как вот все это выпилится, все можно, все это собирается в пачку на малярный скотч, там, ну, или на гумирку. Использовал гумирку, мне понравилось, она не держит металл, поэтому собираю на малярный скотч. Может быть, была плохая гумирка, не знаю. Ну, малярный скотч вполне подходит для этого дела, можно использовать его. Все это собирается в два набора марки 3, которые позже заклеиваются на какую-либо основу. То есть там массив, TNDF, что угодно, ну, что вам нужно заклеить. Клеить можно лучше на какой-то хороший клей в плане надежности склейки. Я использую TIDEBOND зеленого цвета. Пока нареканий нету. Считаю, вот из того, что я пробовал, использовал, это один из самых надежных пока для меня клеев. Ну, естественно, не говоря о стандартных, точнее, не стандартных, а классических решениях столярных. Это осетровый с костным клеем, на который клеили в то время. Но так как у меня пока не было задачи сделать какой-либо аутентичный предмет мебели, который нужно было клеить на именно животные клея, я пока его не использовал. TIDEBOND зеленого цвета совершенно подходит, держит очень хорошо некоторые предметы уже, ну, года 4 точно есть некоторым предметам и с ними ничего не произошло. Первую заготовку клеил на эпоксидку и это не клей для вот применения таких вот наборов. Он совершенно не подходит, потому что после того, как вы наклеили, вам нужно все это отшлифовать эпоксидка разогревается и все это отлетает. Но более того, даже если не шлифовать, то со временем она также может отпустить эту латунь и дело еще в том, что она приклеивает именно латунь очень плохо, потому что если латунь у вас отлетела в каком-то месте, она сразу начинает отлетать в других местах. Вот TIDEBOND такого не всегда позволяет. То есть иногда он латунь очень хорошо приклеивает и вы ее можете только выдернуть оттуда каким-то там способом. А эпоксидка, если она начала отваливаться, то она прям так звеня отваливается от всей остальной мозаики. Все наборы в принципе можно клеить также на какие-то изогнутые вещи. латунь совершенно хорошо гнется и позволяет приклеить набор на изогнутую поверхность. Никаких проблем у вас с этим в принципе не возникнет. Единственное, нужно рассчитывать свой рисунок, чтобы он вписался в ваш радиус, с запасом его брать, исходя из радиуса заготовки. И просто нужно хорошее прилегание. То есть чтобы набор марки 3 хорошо был прижат, не было никаких отставаний. Я пробовал клеить на мешок, точнее придавливать мешком с песком. Ну правда один раз только и нет два раза. Один тот же набор два раза. Один обратный и другой естественно первый. Никаких проблем тоже нету, но в некоторых местах песок не продавил латунь, поэтому не вышло. Но я думаю, что это не из-за того, что это плохой способ, так как именно таким способом раньше многие наборы и заклеивали. То есть в принципе мешок с песком естественно очень мелкозернистым подходит для тонирования каких-то вогнутых поверхностей, а выгнутые уже конечно нужно сделать какие-то ваймы, в которых все это зажмется. нет, с черепахой к сожалению пока не получилось работать, ее в данный момент очень сложно достать, ну как бы я думаю, что не невозможно, но очень сложно, по крайней мере в России. Во Франции я ходил в мастерскую, которая занимается продажей черепахи, но там проблема в том, что для того, чтобы ее купить, нужно написать очень много заявлений, которые будут рассматриваться. черепаху. Естественно, этот способ подходит для тех, кто живет в Франции или в Европе. И даже для этих людей он очень непростой. Естественно, для людей, которые живут в России, я боюсь, что там все намного проблематичней. Но вот даже у них, чтобы купить черепаху, нужно написать заявление, нужно описать свой предмет. Они рассмотрят, стоит ли ваш предмет того, чтобы вам выдать, дать возможность купить эту черепаху. И помимо того, что так сложно получить это разрешение, она еще стоит очень недешево. Пока не удавалось работать с черепахой. Но в принципе есть возможность сделать ее самому, то есть просто найти этот панцирь, купить его, где-то там их возят с Кубы, как трофеи и так далее. А уже из панциря нет большой проблемы сделать выпрямить его. Это делается примерно таким же способом, как выпрямляется кость на огне. Точнее, не на огне, а на водяной бане. Выпрямляется. Да, два вида черепахи. Используется только два. Я сейчас, к сожалению, не вспомню название, но используется только два вида черепахи. все остальные не подходят. Потому что я покупал там какой-то панцирь и сделал из него прямой, но он был белого цвета. Но зато можно как кость использовать. А именно чтобы был натуральный цвет, который мы привыкли видеть в предметах мебели 17 века, допустим, подлинных, там нужен специальный вид черепахи. Два, два, там подходит два вида, которые во Франции в принципе на ферме выращивают. Но все равно даже как бы то, что их выращивают, это не означает, что вот пришли и купили. Но вот эта фирма во Франции продает их и вообще это осталась единственная фирма, которую точнее я знаю, может быть она не единственная, но вот знаю ее. Она продает пиленый шпон толстый. То есть допустим для французского классического марки 3, естественно подходит шпон там двух миллиметров, там полтора миллиметра и там так далее. Его очень нелегко достать в нынешнее время. Ну естественно тогда он был только такой. И вот фирма во Франции осталась очень старая, которая пилит еще по технологии там что-то 19 века на станках 19 века. Это очень интересные станки. Вот я заходил там к ним смотрел. То есть это вертикальная шахта вниз такая метров 5-6 над которой стоит станок с огромной пилой. В эту шахту опускается бревно полностью и подстраивается под пилу. И дальше запускается этот огромный станок с маховиками такими, который за один пропил пилы поднимает насколько-то это бревно и работает автоматически полуавтоматически почти. И за много часов он пропиливает и бревно выходит совсем наверх и один лист шпона отваливается. Но это очень дорого и очень долго. Сохранилась одна такая фирма. Если я не ошибаюсь, у них около 3-4 таких станков осталось. Они до сих пор всем этим занимаются. Пилит любой шпон. Для Франции это золотая жила для тех, кто занимается маркетри. Потому что там можно купить любой шпон любой толщины. У нас с этим большие проблемы. Я искал черное дерево, толстое полтора или два миллиметра. И к сожалению у нас его никто не возит. Потому что это очень дорого. Это скорее всего я думаю невыгодно совсем. И единственным способом у нас допустим к которому я пришел как можно получить этот толстый шпон это просто купить черное дерево доску и распилить ее на шпон самому. Но в принципе это не так сложно. Единственное все упирается в цену. Но допустим до того как я пришел к этому способу я нашел все-таки одну фирму в Англии которая не знаю где она его берет возможно также во Франции его покупает но вот она продает шпон черного дерева пиленный двухмиллиметровый и в принципе высылает в Россию согласились они отправить в Россию я вот купил у них два листа шпона выходит это весьма так сказать накладно потому что это были листы 100 миллиметров шириной и там по-моему что-то с 700 высотой такие небольшие вот они обошлись там что-то 80 фунтов что-ли ну там под 100 фунтов короче в два листа и вот они два года у меня лежат я из них ничего даже почти не сделал вырезал посмотрите как раз этот шпон и вот это шпон черного дерева с которого я пилю это 0,6 он такой же как и все достаточно хрупкий в принципе плотный но так как он 0,6 все равно это ничего не дает но вот когда я пилил из настоящего черного дерева двухмиллиметровой толщины я понял что это очень удобно потому что с ним ничего не делается он там поднимается падает он вообще не отламывается то есть любые мелкие детали они почти не ломаются то есть очень удобно он не разваливается никаких проблем с ним не будет вот и в принципе я понял для чего это делалось потому что самой главной проблемой когда делаются такие наборы это вот то что ломаются детали шпон разваливается я могу рассказать немного по истории если интересно то есть техника буля появилась где-то в 17 веке начале 18 ну точнее он жил в 1642 1732 годах 90 лет он прожил его отец был немец они приехали во Францию и отец тоже был столером и все детство Андрей Шартбуль занимался тем что помогал отцу и ходил в пригородах Сент-Антуана во Франции и наблюдал за различными там ремесленниками того времени откуда и набрался большого опыта изначально он был художником очень хорошим но отец настоял на том что он должен стать столером вот он послушался отца стал столером в скором времени стал получать заказы от королевского двора и в 72 или 74 могу ошибаться стал официально придворным мебельщиком королевского двора что очень сильно повлияло на его карьеру естественно это большие заказы там строящийся Версаль и все остальные замки но что интересно сама техника буль появилась не сразу это очень такой сложный процесс преобразования из других техник то есть нужно понимать что это было время роскоши время огромных затрат на какие-то предметы интерьера живопись вообще предметы убранства и король на это не жалел денег и вот в связи с этим пришла идея использовать латуни какие-то другие материалы для использования в марке 3 на самом деле до него Пьер Голь такой мастер был он уже использовал и панцирь черепахи и даже металл иногда использовал но именно Андрей Шарльбуль вывел вот это на уровень вот то что я сейчас делаю как называется вот эта техника техника буля что получается два предмета это тоже пришло не сразу так как первые предметы были сделаны с рисунком не таким как мы привыкли вот видеть на всех самых знаменитых предметах то есть из того что он выпиливал на самом деле получался один предмет очень дорогой шикарно выглядящий а остальная часть она оставалась и иногда из нее тоже делали предметы но они выглядели естественно не так шикарно потому что рисунок не был подобран вот под стиль вот этой мозаики то есть можно на самом деле сделать какой-то рисунок который из которого получится только одна работа а вторая будет выглядеть невыигрышная то есть это тоже такое может получиться и вот в связи с этим он стал замечать что ну так как остаются остатки такие же можно делать второй предмет такой же красоты и он начал перерабатывать свои рисунки и компоновать таким образом чтобы обратный предмет получался не менее красивым и вот примерно таким образом через несколько лет вот по нарастающей предметы стали как бы производиться по две штуки по три штуки и выглядели выигрышно каждый предмет выглядел выигрышно но также не стоит забывать что на самом деле Андрей Шальдбуль не только занимался мозаикой из латуни он очень хороший так как живописец он делал очень хорошие мозаики из дерева очень выигрышные и к концу жизни он уже почти перестал его мастерская почти перестала делать мозаики с использованием латуни панциря черепахи так как в 17 веке могу ошибаться в 70-х по-моему годах были очень холодные зимы естественно очень сухие и ему приходилось реставрировать при жизни свои предметы то есть при жизни мастера мозаики рассыпались и я думаю это очень сильно сподвигло его к тому что нужно отказываться потому что я не представляю это очень сложно реставрировать не менее долго чем выпиливать все это и в конце жизни уже очень сложно найти предметы на которых были бы какие-то большие объемные мозаики с использованием латуни или панциря черепахи потому что так же как и латунь панцирь черепахи очень подвержен отлетанию от основы при каких-то климатических изменениях или на латунь или а или или и И вот таким образом вы выпиливаете свою мозаику. По времени успеваем еще чуть-чуть. Сверлиться, естественно, как я и говорил, в какие-то места не очень заметные. Если это какие-то кружки, то прям в линию. То есть это не по центру и не за линией, потому что у вас есть фон вашего рисунка. И, естественно, если у вас из фона пойдет черта к какой-то детали, это будет намного заметнее, чем ежели вы просто сделаете отверстие в линии. Но, в принципе, большие наборы вполне возможно каким-то образом можно придумать для себя. Можно разделить на несколько частей. То есть ничего в этом криминального, такого плохого не будет. Никакой беды не будет. То есть можно легко разделить как-то набор посередине. В этом наборе, допустим, так не получится, но там бывают другие наборы, где можно разделить. Какие-то, допустим, оставшиеся части, неудобно которые. То есть вы центр выпилили, у вас осталась там какая-то рамочка с небольшим рисунком. Вы, в принципе, можете ее там как-то разрезать, разделить. И потом все это состыкуется и не будет сильно заметно. То есть на подлинниках такое часто встречается, даже на таких более сложных и красивых рисунках. Опять же, повторюсь, издалека это все совсем незаметно, не бросается в глаза. После того, как вы все это приклеите, все шлифуется. Шлифуется до, как бы, выведения, допустим, бумаги. Бумагу лучше не шлифовать, а сначала тряпочкой с водой ее аккуратно всю протереть газету. Обязательно использовать газету еще нужно, когда шпон заклеиваете. Потому что вся остальная бумага более плотная и будет мешать вам при выпиливании. И после того, как вы наклеили газетой, газету тряпочкой сначала намочили, подождали и протерли. И у вас почти вся газета должна уйти. И дальше уже можно продолжать шлифовку. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Да. 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 Нет, нет, вот вы сейчас увидите, когда я соберу. То есть если вот это черное, допустим, дерево, основа, допустим, у меня там, что-то, что-то денег, типа клёна, а тут просто вишня. Нет, нет, нет. Я это все выпиливаю одним пакетом. Если так, то да. Из черного дерева выпиливаю тоже все это дело. Да. Беру от него середину, остальное ведро. Это как вам уже пожелается. У вас останутся все детали. Я понимаю. Вы можете, да. Вы можете набрать еще там три набора, столько, сколько вы будете использовать шпона. Вот вы используете пять шпонов, пять видов шпона тут. Вот вы можете набрать себе пять наборов. И уже зависит от того, насколько вы грамотно закомпоновали рисунок, получится ли у вас те четыре оставшиеся наборы выигрышными. Они могут получиться хорошими, также они могут получиться по колориту неудачными, там неудачно подобранными. Ну понятно, спасибо. То есть это есть такая техника вот не с латунью, а простой маркетри. Там вот на стенде можно будет тоже посмотреть. То есть это классическая французская маркетри. Вы набираете, у вас есть рисунок какой-то там, пусть это будет птичка, который четыре цвета. Вы набираете четыре шпона вашего цвета, который вам нужен. И что можно сделать? Можно их собрать в одну пачку и выпилить. И у вас получится из всех шпонов выпиленная ваша птичка, из которых на самом деле вам нужны только какие-то детали, чтобы закомпоновать эту вашу птичку. Естественно, все остальное вот в этом варианте вы куда-то выкидываете. Но это не очень практичный способ. Можно делать по-другому, можно совсем как бы нормальным классическим способом делать. Вы берете шпон и на него наклеиваете из этой птички ваши детали, допустим, те, которые из амаранта. Вы наклеиваете на амарант. Те, которые из бубинга, вы наклеиваете на бубинга эти детали. И выпиливаете их, и потом просто все вместе это собираете. Все это соберется с небольшими, может быть, сложностями, но соберется. И плюс в чем? Вы можете взять три листа амаранта и три листа бубинга и пропилить сразу по три детали каждой. И вы соберете три свои птички или пять. То есть в этом такой плюс этой техники. Вот уже время подходит. Я не буду тогда выпиливать последний. Вот дальше разбираете свой набор. И вот у вас остаются все ваши детали. Вот они выпилены из обоих основ. Это черновой шпон. Для того, чтобы все не развалилось. И плюс на верхнюю вы наклеиваете свой рисунок. Черновой из чего? Ну, черновой без разницы из чего. Только главное, чтобы не самый хрупкий. Там можно бук. Вот у меня тут просто много краснухи. Я делаю из краснухи. Главное, чтобы он был миллиметр-полтора толщиной покрепче. То есть 0,6, естественно, не подойдет совсем вам. То есть он просто создает жесткость вашей конструкции и держит все ваши марки-3 в пачке. У вас на моих листок толщина должна быть одинаковая? Да. Ну, лучше, чтобы была одинаковая. Иначе у вас будут несостыковки. И вам придется какой-то... Если, допустим, у вас будет дерево толще, то не проблема. Вы просто сошлифуете его легко. А если это будет латунь, то латунь очень долго будет шлифоваться. И ничего не получится. Дальше вставляете просто в порядке, в обратном. То есть в латунь в фон вставляете черное дерево. И, естественно, в черное дерево вставляете детали из латуни. Это по вашему усмотрению. Ну, то есть если какие-то большие детали, вы там можете посмотреть, где лучше у вас, где больше щель, где нет. Ну, то есть это уже во время как бы кропотливой такой сборки, когда вам нужно прям вот сидеть, все это собирать долго. Вы уже смотрите, куда лучше сдвинуть, какую деталь. В принципе, ну, сейчас посмотрите. Зазоры не такие большие. И в дальнейшем, допустим, вот если вы делаете с черным деревом, вы можете просто в клей добавить какой-либо пигмент. И тогда вообще вы ничего не увидите. У вас ваши щели от пропила забьются клеем, который будет черного цвета, который сольется с латунью. Ой, не с латунью, а с черным деревом. И все, никаких проблем у вас не возникнет. Вот получается набор как бы обратный, который вы потом приклеиваете. И такой же из черного дерева. Никаких сложностей нету совершенно. Единственное, вот я неправильно делаю. Нужно с лица не забывать делать. Никаких сложностей нету в плане того, что просто нужно грамотно организовать свою работу, чтобы никуда ничего не потерялось, а дальше уже все сойдется. Спасибо. Спасибо. Вот получается два обратных набора, в котором все и шло. То есть рисунок любой выбирается и получается можно сделать два предмета. Вот в принципе все. Если еще какие-то вопросы остались, можно… В смысле можно ли сделать это механически как-то без… Ну да, можно сделать на лазерном станке, конечно. Ну в Англии там фирма есть Aruma или David Lindley, которые делают очень хорошие предметы, но они делают на ЧПУ станки и как бы совершенно нормальным этим считают это делать. Ну я не вижу в этом никаких проблем, как бы это развитие техники. Просто я хочу делать это так, я делаю это так. А у меня производство, и я не хочу это делать так, я делаю на ЧПУ. Это никак не влияет, это так же, как вот можно взять лобзик ручной, а можно взять такой станок, а можно взять ЧПУ станок. Это никак не упростит вашу работу в плане времени. Это будет столько же по времени, я вам утверждаю, потому что, ну я знаю, как это делать на ЧПУ. Это не легче. Нужно отрисовать этот рисунок, нужно разбить его для того, чтобы прорезать на лазерном станке. То есть это не будет легче. Это просто как вы именно хотите делать, вот вы так делаете. Рисунки, как правило, имеют две ассибирки, да? Ну, в принципе, да, это стандартные наборы. То есть обычно вот такие наборы, они из латуни, они всегда обычно симметричные, зеркальные. Но обычно просто нужно понимать, как их рисовали. Их же рисовали четверть, дальше через зеркало перерисовывали и так далее. То есть обычно это именно из-за того, как их делали. То есть делается одна часть, придумывается, и дальше она зеркалится и все. А сейчас на компьютере становится, что теперь не важно? Ну, да, в принципе, да, не проблема, все на компьютере. Вы знаете, в интернете, в гудстоке, да? Да. Есть шпон, который в несколько раз толще, чем этот. Да. Вы знаете об этом? Ну, черного дерева нет. Нет, он достаточно, может быть, не черное дерево, но достаточно темное. Нет, индийский палисандр из гудстока у меня он есть, да. Но черного дерева в гудстоке нет. Он там гораздо дороже. Да, конечно. Это все стоит очень больших денег. Да, вот эти два слоя, это черновой шпон полтора миллиметра, там, или два. Сколько верхний и нижний, да. Не используется. Нет, а будет же клеевой шов. Клеевой шов сильно повлияет на то, как вы будете пилить. Он будет перегревать пилку. Скажите, вы покрываете? Я все покрывал пока ПУ лаком, потому что не доходит время научиться покрывать шалаком. Но вообще, естественно, покрывал все шалаком. И латунь? И латунь тоже, да. Ну, вот можно там посмотреть, там куча образцов на стенде. А вот от этой сетки вы избавляемся просто? Нет, нет, это приклеивается, это обратно. Это для того, чтобы лучше склеилось. Нет, обратно. Да, если клей подкрасит черный цвет, то ничего не будет видно совершенно. Но даже если не подкрашивать, вы издалека не увидите этого. Хочу добавить, что Арсений выступает с семейной мастерской. Вот справа от главной сцены он ответит на любые вопросы. Пожалуйста, если у кого-то интерес еще остается, пожалуйста, подходите. Вот этот вот стентик, видите, где... Да, с комодом и с плакатами... А, секретер, прошу прощения. Вот, они там работают. Следующий мастер-класс проведет Иван Бочков. Мастер-класс «Шкатулка и пазлы. Работа лобзиком». Опять с таким же лобзиком, только другой марки. Продолжение следует...